Здравствуйте, я Сергей Рыбинский из города Уссулия-Сибирска, Иркутской области, специально для журнала Экоград. В сети интернет мне довелось ознакомиться с комментариями заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко. Комментарии касались площадки бывшего предприятия Уссулихимпром, на которой сейчас ведутся работы по ликвидации накопленного вреда. И вот, как интересно написала Виктория Валерьевна, утренние сибирские новости. Площадка Уссулихимпрома в Иркутской области освобождена от самых опасных отходов. В ГУПФЭО Росатом извлек опасные вещества из 17 аварийных цистерн и перезатарил их в специальные емкости. Они больше не угрожают жителям и экосистеме реки Ангара. Это большая победа в предотвращении экологического бедствия. Уважаемая Виктория Валерьевна, сообщаю вам, что та картина, которую вы представляете, она по факту совсем другая. И победные реляции о том, что победили уже накопленный вред, что его уже как-то там обезвредили, еще очень и очень рано. Уважаемая Виктория Валерьевна, а вам докладывали, что на территории Уссулихимпрома существует опасный производственный объект. Площадка производства трехлорселана и четырехлористого кремния, который зарегистрирован в Ростехнадзоре. И сегодня на территории, там где проводится ликвидация накопленного вреда, есть цех 94, в котором были установлены 59 емкостей, в которых содержатся опасные химические вещества. И согласно акту Ростехнадзора, от 10 ноября 2021 года, в этих 59 емкостях содержится 350, там чуть больше даже маленько, кубометров опасных химических веществ, находящихся под давлением. Согласно технических регламентов, Ростехнадзор установил, что в этих емкостях могут находиться хлористый водород, трехлорселан и дихлорселан. Что это за вещества? Хлористый водород, вещество удушающего и кожно-нравнового действия. Трехлорселан и дихлорселан это вещества, чрезвычайно легко воспламеняющиеся и взрывоопасные. Так вот, этот объект было предписано сделать отбор проб из емкостей, для того, чтобы разработать проект по их ликвидации. Однако, этот опасный производственный объект начали активно прятать. В прошлом летом, когда мы обнародовали эту ситуацию о наличии этого опасного производственного объекта, мэр города начал в соцсетях записывать видео, убеждать людей о том, что опасный производственный объект не представляет никакой опасности. Ну, врал откровенно, скажем так. Точку мы поставили тогда, когда обратились в Ростехнадзор и нам дали ответ, что емкости есть и с этими опасными веществами, и в том числе под давлением. И вот, весь этот промежуток времени, вместо того, чтобы сделать отбор проб, начать делать проект по ликвидации этого оборудования, находящегося под давлением с опасными химическими веществами, мэр занимался чем? Он обжаловал предписание, которое ему выписывал Ростехнадзор. По последним данным, как мне природоохранная прокуратура ответила, 17 предписаний обжаловал мэр города, вместо того, чтобы заниматься проектной документацией. Чтобы ликвидировать опасный производственный объект, согласно федерального закона 116, необходимо провести экспертизу промышленной безопасности. И вот я делал запрос по экспертизе промышленной безопасности, и мне пришел ответ из Ростехнадзора. Вот эти документы. Где сказано, что в соответствии с требованиями промышленной безопасности, документации предусмотрена разработка проекта производства работ по ликвидации оборудования, работавшего под избыточным давлением, который в свою очередь, как и составная часть документации на ликвидацию опасного производственного объекта, должен пройти экспертизу промышленной безопасности. А ликвидацию опасного производственного объекта предусмотрено осуществить силами специализированной организации. То есть, ликвидация этого объекта должна проводиться не в общем проекте, как меня и многих моих товарищей убеждали, что все предусмотрено в общем проекте ликвидации. Нет. Вот Ростехнадзор говорит, что на ликвидацию этого оборудования должен быть разработан отдельный проект, который в свою очередь должен тоже пройти экспертизу промышленной безопасности. А вы говорите, что опасные вещества, самые опасные вещества уже ликвидированы. Так они не ликвидированы еще. Вот стоит цех-то. 350 кубов, ни много ни мало. А вам докладывали, Виктория Валерьевна, что на территории Усолья Химпрома располагался цех номер 2. Это, собственно говоря, тот цех, с которого начиналась большая химия в городе Усолья Сибирская. И он производил этиловую жидкость, в состав которой входит тетраэтилсвинец, вещество первого класса опасности. Кто-нибудь занимался тем, чтобы исследовать территорию, а не хотя бы установили, где эта территория, где находился этот цех, поскольку тетраэтилсвинец воздействовал на грунт. И там наверняка остались, возможно, какие-то строительные конструкции, которые тоже пропитаны этим веществом первого класса опасности. Вещества первого класса опасности распад сотнями лет исчисляется. Он никуда не растворился. Он, скорее всего, там есть еще. И он будет представлять собой опасность. Но этим никто не хочет заниматься. Я не раз уже поднимал этот вопрос о том, что кто-нибудь исследовал территорию бывшего второго цеха по производству этиловой жидкости. Нет. Вы говорите, что ликвидированы скважины с опасными химическими веществами. Давайте разберемся. Ликвидированы скважины с опасными химическими веществами или химические вещества ликвидированы? если ликвидированы скважины как вы говорите то они просто забетонированы а химические вещества так и остались в этих скважинах там в одной и дверь по моему скважины в которых остались эти химические вещества это что называется ликвидации что ли вы говорите что обезврежены строительные отходы значит на территории у соли химпром как их обезвреживали средством чего водой палили выпали вы представляете как обезвреживали строительные конструкции от цеха ртутного электролиза поливали водой да ладно чтобы ртуть обезвредить водой прорыв в химии какой-то кстати этот цех ртутного электролиза демонтировали в летний период в то время когда интенсивно испарялась ртуть и пары ртути перемешанные с пылью разносились в сторону города у нас преобладающий ветер как раз дует на город с этой площадке химпрома и в том числе дальше дальше а дальше у нас байкал 100 километров мы находимся в зоне атмосферного влияния озера байкал и ветер у нас как раз дует и на город и на байкал вы говорите что все обезврежено все хорошо вы говорите что экосистеме ангар реки ангара ничего не угрожает сегодня химическая свалка которая в принципе даже не вошла в зону сыру влияние вот феоруса там там где они проводят по ликвидацию накопленного вреда это химическая свалка сейчас принадлежит какой-то организации по моему о какой-то вот и по сути дела никто не занимается не рекультивации не разработкой проекта по обезвреживанию этих химических веществ это химическая свалка собой представляла что котлованы вначале были котлованы куда сваливались эти химические отходы я сам видел это все я работал там я сопровождал эти транспорт который вывозил туда эти химические отходы и когда я в прошлом году летом увидел что там сейчас по факту происходит это не котлованы это уже такие высокие холмы насыпанных вот этих отходов серо-такого голубого ядовитого цвета где-то с зеленоватыми оттенками и вот там эти холмы километр от русла ангары а вы говорите нет никакой опасности экосистеме реки ангара вот сейчас лежит снег нынче в этом году достаточно ну снежная зима была снег находится наш лама накопителей и на этой химической свалки через полтора месяца это все начнет тает и побежит в реку ангара либо в грунтовой воды либо испариться и потом с дождем выпадет это все назад ну круговорот так скажет воды получится а вы говорите что все замечательно все ликвидировано вы знаете виктория валенна вы вообще владеете обстановкой что происходит на химпроме я понимаю чтобы чиновник самого высокого уровня что вы не можете лично контролировать все но однако вас обманывают вы знаете что происходит сегодня на площадке там происходит странные вопиющие события вот в прошлом году какие-то злоумышленники залезли разграбили два огромных рабочих трансформатора стоимостью по 20 миллионов каждый русал там форус атом утверждает что площадка находится под охраной русгвардии охраняет трансформатор там еще дополнительно охраняли их разграбили ну полиция там ищет или не там непонятно это но факт остается в чем что злоумышленники могут проникнуть на территорию и вынести оттуда все что угодно а на химпроме было большое количество лабораторий и центральная в том числе лаборатории а сколько там химических реактивов было вот что по факту то получается вас обманывают викторию валерьевну понимаете как говорится свита делает короля и от того как свита представит его таким он и предстанет перед народом либо честным и справедливым либо голым